Добрый вечер и как всегда в конце недели говорим о нашем городском хозяйстве. Сегодня бы хотелось уделить больше внимания нашим ЖКС, а именно тем системным изменениям, которые есть в этой работе ЖКС. Мы пережили это первые полгода и за эти полгода с уверенностью могу сказать, что эту работу ЖКС вывели на новые рельсы. Мы говорим о системных изменениях. Если мы хотим что-то изменить, если мы хотим внести что-то новое, то изменения, естественно, должны быть системные. Начнем с кадров. По состоянию на ноябрь месяц общая численность сотрудников наших ЖКС было порядка двух с половиной тысяч человек. Если мы говорим о состоянии на сегодняшний день, то это порядка 1900 сотрудников. В целом это на 600 сотрудников меньше, чем было в ноябре месяце. О чем это говорит? Это говорит о том, что да, действительно был этот раздувт штат, и в этом надо сознаться. Да, действительно были такие моменты, как мертвые души. Мы уже об этом говорили. И с уверенностью могу сказать, что это явление в наших ЖКСах мы уже побороли. Да, мы добавили механизацию в уборку улиц, и это позволило нам сократить это количество сотрудников. Да, мы ввели скорую коммунальную помощь. Это также позволило нам сократить сотрудников и вывести качество услуг на новый уровень. Мы гонимся не за количеством, а за качеством. Те сотрудники, которые сейчас остались, конечно, это те люди, которые могут дать городу более качественную услугу. И, соответственно, за это они получают заработную выше, чем это получали полгода назад. Фонд заработной фактически меньше не стал, но люди стали зарабатывать больше. Отсюда и качество сервиса стало на порядок выше. От наших ЖКСов хотелось бы это перейти к очень актуальной теме. Это тема вывоза мусора. Тем более она актуальна в пик туристического сезона. Неделю назад мы рассказывали, показывали о наших новых подземных контейнерах. О том, как они работают и как функционируют. Буквально в первые дни их работы, эта конструкция была испытана как огнем, так и водой. Ее пытались сначала поджечь, а потом, естественно, ее тушили. Но оба этих испытания мы выдержали достойно. То есть конструкция как это работала, так и работает без существенных каких-то повреждений. Единственное, что добавили в систему, это пожаротушение, в которой сейчас оборудованы все подземные контейнера. Но помимо этого, на этой неделе мы установили еще одну пилотную конструкцию. Находится она возле оперного театра, как для сбора обычного мусора, так и для раздельного сбора мусора. Это такие короба, в которых размещены контейнеры, и они поделены на разные виды мусора. То есть это первый этап сортировки мусора. Визуально выглядит, на наш взгляд, это достаточно хорошо. На них уже можно посмотреть, опять-таки повторюсь, возле оперного театра. Мусора – это первая такая конструкция. Это модульная конструкция, то есть ее можно как увеличивать, так и уменьшать. В зависимости от тех районов и тех локаций, где ее устанавливать. Зачем она нужна, многие узнают, с учетом того, что мы говорили о подземном сборе мусора. Действительно, это подземный сбор мусора, но это контейнера для подземного сбора мусора. Это очень хорошо, это очень эффективно, но вместе с тем это недешево и достаточно дорого. Поэтому мы будем подходить это комплексно. Как это короба, которые мы установили для размещения в них этих контейнеров, так и подземные конструкции, где размещаются такие же контейнера, таких же размеров, также для раздельного сбора мусора, которые и те, и те контейнера из наземной, и подземной конструкции могут опорожняться обычными нашими мусоровывозящими машинами. Также на этой конструкции есть еще дополнительные маленькие контейнеры для сбора батареек. Опять-таки, это в тестовом виде. Посмотрим, насколько это эффективно, насколько наши люди готовы сортировать мусор уже на этом этапе. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю. До новых встреч!